Всем добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые зрители YouTube канала компании Амаркетс на связи Михаил Ричер и сегодня у нас очередной выпуск от этого микрофона, в котором мы с вами разберем сделки, разберем что можно поторговать на следующую неделю с 11 до 15 мая 2020 года, разберем основные сделки, что у нас там еще по плану у меня тут даже записано, разберем ситуацию с фондовым рынком, сейчас уже идет сезон отчетности, много компаний интересных прочитывали, все ожидали месяц май продавай, но в то же время месяц май решил всех и собственно месяц май пошел вверх, пока по крайней мере все-таки первая неделя, посмотрим что будет дальше, следующее, разберем ситуацию с нефтью, нефть тоже самое, была по минус 40, уже скоро будет плюс 40, то есть тоже, знаете, очень даже неплохая, расскажу из-за чего это произошло, так, разберем сделки, конечно же, разберем основные, что у нас там идут, уровни и цену входа в сделки, также макро показатели по основным нашим странам и валютную матрицу, вот, поэтому всаживайтесь поудобнее и давайте будем начинать, и так, по очереди, первая ситуация с фондовым рынком, что у нас на данный момент, давайте, чтобы вы не на меня смотрели, а больше на рынок, и так, и так, и так, и так, первое, фондовый рынок США, на данный момент фондовый индекс, фондовый индекс тот же, NASDAQ 100, как видим, обновляет свои максимумы, растет просто баснословными темпами и в ближайшее время вообще, может даже и обновит максимумы, откуда было падение в этом году, то есть все идет нормально, все идет по плану, S&P 500 в то же время так быстро не растет, с чем это все связано, Первое, NASDAQ 100, что это? Это IT-технологии, IT-технологии, это как раз наше будущее, собственно, то, куда стекаются в ближайшее время большие капиталы крупных инвесторов, соответственно, компании становятся дороже, компании становятся, ну, собственно, цены на акции растут, и мы видим, что учитывая то, что индекс, NASDAQ 100, это 100 самых крупных технологических компаний, обновление максимумов уже не за горами, и продолжается данный рост, помните, мы покупали здесь, я, честно говоря, ожидал, что будет хоть какая-то корректировка, но нет, рынок дальше пошел наверх, так, дальше, Но в то же время, почему S&P так не растет, почему он растет медленнее, еще даже не обновил свои максимумы? В первую очередь из-за того, что в индекс S&P 500 входят такие также сектора, как финансовый сектор, basic materials, industrial, energy, которые сейчас очень-очень сильно просели, Если еще financial не так сильно, то Energy, basic materials, это сектора, которые очень круто просели, и, собственно, так как они входят в индекс практически на процентов суммарно, где-то процентов на 35-40, точно не помню цифру, Только понятное дело, что какой бы классный был, не было движение по технологическим компаниям, какое бы классное движение не было по компаниям института здравоохранения, Все равно эти компании, которые падают, то Energy, они будут тащить за собой индекс вниз, поэтому и роста как такового мы не видим. Следующий момент, это то, что нефть, нефть в ближайшее время, видим, у нас пошла, наконец-то, на восстановление, что-то пошло уже, наконец-то, движение наверх, Мы восстановились к уровням, откуда началось падение, было на минус 40, сейчас, я думаю, будет где-то здесь остановка, в первую очередь, почему это произошло? С 1 мая вступило в действие правило о том, что, вернее, правило договоренности ОПЕК+, про сокращение добычи. Как это правило будут исполнять компании, ну, посмотрим еще со временем, но на данный момент мы видим уже, что за счет, ну, в первую очередь, ожидания того, что сокращения все-таки произойдут, и все страны выполнят свои обещания, ну, мы видим, что и цены на нефть тоже понемногу возросли. В целом, предложения на нефть уже, в принципе, даже по отчетам, которые вышли в следу, уже видно, что резервы становятся меньше, то есть предложения становятся меньше, но все равно его намного больше, чем есть на данный момент спрос. Один из плюсов, которые в ближайшее время уже наступают, это то, что пандемия понемногу отступает в некоторых странах, в частности, снимают уже карантин в Украине, ну, в России еще в ближайшее время, не знаю точно, когда будет в Украине, уже должны снять с 11-го частично, с 22-го, еще часть и так далее. То есть, ну, в любом случае, по Европе та же самая картина, в среднем по всем странам в ближайшее время, к концу июня, в любом случае, большинство стран уже снимут карантин, и, в принципе, можно это все возобновить потребительский спрос, и понемногу начнется восстановление той же экономики. Но, но есть еще один нюанс, пандемия, это с одного места отступила, сейчас она приступает к другому, и с таким образом, как Индия, Вьетнам и другие азиатские страны, где, извините, численность населения 1,7 миллиарда, если не ошибаюсь, в Индии, что очень даже много, и если она туда пойдет, соответственно, еще увидим одну страну, которая закроется на карантин. Так, это что касается на данный момент в целом нефти, ну, собственно, дальше, да. Собственно, как это отыграет на нефть, это в первую очередь тем, что возобновление потребительского спроса, возобновится спрос на ту же нефть, и, в принципе, можно увидеть дальнейший рост цены на нефть еще выше, вплоть до уровней, вот по нефти UCOIL 34-36, а то есть 40 долларов за 1 баррель. По USOIL можно тоже видеть обновление роста, и тоже где-то 34-35 долларов мы можем увидеть. Так, далее, что касается наших любимых валют. На ближайшее время из главных новостей, которые выходят на следующую неделю, это данные по инфляции в США, в частности, вот как раз в пятницу, когда вы смотрите это видео, должны выйти данные по безработице в США, и, ну, понятное дело, безработица в США сейчас выйдет на уровень порядка 20, чуть ли не 20%, собственно, из-за чего? Из-за массовых сокращений, из-за карантинной пандемии. Вот, и на данный момент, если посмотреть тоже United States и рынок труда, мы видим, что эмиссия job claim за последние, сколько у нас тут, раз, два, три, шесть, шесть-семь недель, уже превысила больше 30 миллионов человек. 30 миллионов человек безработных в стране, у которой всего 360 миллионов населения, из которого 170 приблизительно это экономически активное население. То есть, по факту, 20% населения не работает, из-за экономически активного. Вот, и в итоге, вот эти данные мы как раз с вами увидим уже в пятницу, в данный момент безработица на уровне 4,4, видим, ну, ближе к 13, 15, да, а то и 20%. Так, дальше. Логично, что на фоне того, что люди не работают, падает инфляция. То есть, у нас происходит, что замедление темпов роста экономики, причем существенное замедление темпов роста экономики, даже несмотря на то, что деньги наливают, даже несмотря на то, что процентные ставки 0,23%, баланс центрального банка, да, видим, активно, просто мега активно растет. За последний год просто увеличился в два раза, это еще не последние данные, еще обновление будет, еще увидим ближе к 7, ну, даже не 7, даже 8-9 триллионов долларов баланс центробанка, и поэтому сейчас доллар будет дешеветь, и, собственно, по основным мажорным парам мы увидим удешевление американского доллара. А в то же время на фоне восстановления сырья, спроса на сырье, мы увидим рост таких валют и укрепление таких валют, как Астралия, Новая Зеландия, Канада. Возможно, даже у меня в России по КСЛ указано, возможно, даже российский рубль пойдет на укрепление на фоне роста цены на дружу нефти и в целом. Но, но, это чисто спекулятивно, потому что глобально я пока российский рубль рассматриваю больше в продажу. Пока есть два стимула, почему рубль будет укрепляться. Первое, это возобновление роста цен на нефть, раз. Второй момент, это ожидание на снижение процентных ставок по ОФЗМ. Учитывая, что на очередных аукционах практически половина выпуска выкупили нерезиденты, то это и есть главным давлением, и главным давлением, даже не то, что давлением, и главным спросом на рубль, и, собственно, падением курса доллар-рубль, то есть укрепление рубля. Но, как только снизят процентные ставки до уровня те же 4-5%, но 4 не снизят, потому что 4 это таргет по инфляции, и это надо еще плюс 1 как минимум, то мы можем увидеть снижение где-то до 5%, после этого мы увидим, собственно, падение российского рубля. Поэтому в ближайшее время глобально рубль я рассматриваю больше в продажу, чем покупку, но, где наш доллар-рубль, но в моменте мы можем видеть укрепление даже вплоть до уровня 70 рублей за 1 доллар. Так, валютная матрица. На данный момент будет иметь вот такой вот вид. Можем ее обновить. Так, сегодня я записываю видео, у нас седьмое. В принципе, не особо поменялось. И данная валютная матрица у нас будет продолжать иметь вот такой вот вид на ближайшую неделю как минимум. Так, ну и давайте теперь разберем, что же касается наших торговых идей, и что можно поторговать, во что можно зайти. Пройдемся от начала до конца. Если что-то есть интересное, я, конечно же, в него зайду. Если нет, тогда будем ждать. По евро-доллару. Пока мы, видите, находимся во флете. Тенденция больше вверх, чем вниз, но пока сигналов как таковых нет. Далее, фунт-доллар. Тоже сигналов как таковых нет. Единственный нюанс, что фунт, в принципе, рассматривается в продажу. Я его больше в покупку особо не рассматриваю. Но, но, если вдруг фунт зайдет за выше уровень, вот этот красный 1.24.90, в таком случае можно его покупать далее на обновление максимумов этого уровня 1.32.13. Следующий, доллар-франк. Пока тоже, видите, ровно в флете, поэтому лучше его не трогать. Доллар-иена. Тут поинтереснее. Иена, в принципе, больше рассматривается в продажу. Доллар, в принципе, тоже в продажу, но, учитывая, что и фондовый рынок растет, и, в принципе, ожидается рост, то доллар-иену я бы здесь пробовал купить. Поэтому доллар-иена первый у нас идет на покупку. Прямо по текущему уровню мы как раз находимся вблизи нижней границы. У нас есть сигнал на покупку, поэтому можем его начинать покупать. 0.05, все по нашим рискам. Новозеландец-иена. Пока тенденция наверх. Сделку мы зашли. Тут, в принципе, можете пробовать тоже его донабирать. Новозеландия больше в лонг, иена больше в шорт, поэтому Новозеландец-иена вполне вероятно пойдет далее наверх. Так, если боитесь риска, в таком случае стоп за вот эти минимумы. Где-то на уровне будет 63.37, где-то в этот диапазон. NZD-USD. Тенденция больше вверх, чем вниз. Пока я в него больше заходить не буду. Хорошего сигнала я сейчас не вижу, поэтому лучше его оставить. Так, доллар-канадец. Тенденция в шорт. То есть, в ближайшее время канадский доллар на фоне той же нефти. Одна из причин, почему он будет укрепляться. Поэтому, если даже и будете заходить, то USDCAD ищите сделки на продажу. Пока я их не вижу, я бы пока не заходил в эти сделки. Так, а вот USDCAD тоже пока ничего не делаем. Ждем более хорошего сигнала на покупку. Ауткад тоже пока ничего не делаем. Хотя глобально ауткад может пойти в шорт. Мы уже и так находимся на глобальных максимумах. Поэтому, честно говоря, ауткад есть желание продать. Есть, в принципе, даже сигналы на продажу. Поэтому мы его продадим. Дальше. Аутфранк. Пока находимся в канале. Аутена. Пока тоже в канале. Пока я его не рекомендую вообще заходить. Аутнзд. Находимся в верхней границе. Пока во флете тоже сигналов котлаковых нет. Поэтому не заходим. Так, канадофранк. Пошел на восстановление. Тенденция, в принципе, наверх у нас остается. Поэтому ждем его дальнейшего роста. Так, канадо-иена. Тоже канада рассматривается в покупку. Я на продажу. Канадо-иена тоже рассматриваем. Больше в лорг, чем в шорт. Поэтому пока сидим в сделке. Франк-иена. Пошел в единое укрепление. Пока сигналов котлаковых нет. Поэтому не торгуем. Так, евро-аут. Здесь поинтереснее уже будет. Здесь у нас могут отрисоваться сигналы на покупку. Нижние границы где-то на уровне 1.65. То есть, если пробиваем этот уровень и возвращаемся до него, можем его рассматривать на покупку. Так, что у нас дальше? Еврокат. Пока сигналов как таковых нет. Поэтому ждем. Еврофранк. Тоже ждем. В принципе, мы уже достаточно неплохо откатили, чтобы еще раз долиться и заново зайти в сделку. Но, 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 нам ничего, в принципе, не мешает. Единственное, что 0.01 лот. Бай. Шаг мы уже прошли. Поэтому дальше тенденция наверх к данным уровням. К данным тейкам. Еврофунт. Мы находимся в сделке. Видите, идеально отрабатывает. Просто болтается вблизи этого уровня. Сейчас выше него рассматриваем дальше лонг. Тем более, что евро больше в покупку, фунт больше в продажу. Так, евро-иена. Очень хорошо была выросла. Также очень хорошо провалилась. Пока ждем. Пока сигналов как таковых у нас нет. Это тенденция больше уверенности, поэтому ждем по этой сделке. Если и заходить вы хотите, то в таком случае заходите только если будет пробой и возраст за уровень 114.43. То есть мы должны пробить и вернуться обратно. Это одна из моделей наших уходов. Я рассказывал в начале наших эфиров. Так, евро-нзд. Пока сигналов как таковых нет, поэтому не рекомендую его трогать. Фунт out. Здесь тоже такая интересная картина. Очень сильно упали. В принципе, здесь отрисовывается сигнал на покупку. И можно его здесь купить со стопом ниже данного уровня 1.8944. То есть где-то в этом диапазоне можно его поставить стоп. Поэтому если вы готовы на такие более рисковые сделки, можете пробовать. В рамках моей среде я бы здесь пока не заходил. Тем более, что по нашему фунт out, по нашей матрице фунт out продажа, фунт NZD продажа, фунт cut продажа. Поэтому я бы сейчас не рисковал. Фунт cut продажа, но сигналов как таковых нет, поэтому ждем. Фунт франк тоже пока ждем, хотя он в флете. Фунт иена тоже в флете, но ждем сигналов как таковых нет. Дальше фунт NZD. Я его продавал еще раньше. Сейчас, видите, позакрывали сделки и ждем дальнейшего развития событий. NZD cut пока сигналов тоже нет. Очень непонятная для меня сейчас валютная пара, что с ней делать. Канада вроде как в покупку, NZD тоже в покупку. Флэт достаточно сильный, поэтому лучше подождать. Доллар-рубль, как я и сказал, тенденция может быть вниз еще к 70 рублям за 1 доллар, поэтому ждем. Золото, золото растем. Вот сейчас я бы его начинал подбирать. Давайте сразу с вами заодно покажу, как рассчитываются риски по золоту. Итак, это у нас к сау-юсд. К сау-юсд. Вот он наш. Правая кнопка. Посмотрим спецификацию. Итак, что мы здесь видим? Контракция 100. То есть 1 лот равняется 100 тройских унти. 001 лот, как вы лично понимаете, равняется 1 тройская унти. 1 тройская унти у нас стоит 1715 долларов. Поэтому для наших рисков зайти больше, чем 0,03 я не могу. Поэтому таким лотом и заходим. Тенденция наверх. Если будет падать, будем еще доливаться. Но в целом я его жду на уровне как минимум 1900-2000. Поэтому это такая будет средне-доргосрочная сделка на покупку. По биткоин. Все шикарно. Все, как мы с вами говорили раньше. Просто после этого глобального падения покупаем, покупаем, покупаем и валим наверх. Поэтому пока 10 тысяч по биткоину, а потом уже посмотрим. Платина. Пока тенденция больше вверх, но сигналов я не вижу. Поэтому и не заходить не будем. Ну, NASDAQ пока уже на максимум. Продавать мы его не будем. Поэтому ждем откатов и на откате будем подбирать. То же самое S&P. Ждем отката, будем его подбирать. Индострах, как видим, минимизируется. Пока сигналов нет, ждем. Так, по нефти тоже пока сигналов нет. Поэтому не рекомендую заходить в него ни по одной, ни по другой. Вот. Сигналов мы, видите, сегодня набрали. Много, входов много. В данный момент уже зафиксированные прибыли 8597 долларов. Это у нас 72% по отношению к первоначальному депозиту. Что, в принципе, очень даже неплохо. Ну, и теперь поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали в комментариях в прошлом видео. Также я вам настоятельно рекомендую задавать вопросы в комментариях под этим видео для того, чтобы, собственно, я на них поотвечал на следующих занятиях, наших занятиях, наших эфирах. И напоминаю про то, что вместе с компанией Маркест мы разработали план обучения торговли валютой. Соответственно, заходите, записывайтесь и зарабатывайте деньги. Видите, все свои сделки я показываю в прямом эфире с комментариями, почему зашел в сделку, почему там есть вход. И, соответственно, вы можете просто все мои сделки просмотреть в прямом эфире, посмотрев предыдущие мои выпуски. Так, все касательно экономической новостей. Спасибо за обзор. Спасибо вам тоже, Лисия. Так, Алина, думаете, нонфармы повлияют на динамику рынка? Последние выходы особо так не отражались. Смотрите, нонфармы, они, в принципе, сами по себе сильно не влияют на динамику рынка, извиняюсь, не выхода. Влияет безработица. На безработицу обращают особое внимание ФРС. ФРС смотрит на то, какая динамика идет по безработице и нужно ли как-то стимулировать рынок. В итоге это уже влияет в дальнейшем на инвесторов и на изменение мнения инвесторов по поводу текущего состояния рынка. Поэтому сами нонфармы, они особо ничего не говорят. Но уровень безработицы влияет. В ближайшее время я не думаю, что будет слишком какая-то сильная волатильность. Поэтому, ну и вообще торговать на новостях я бы вам не рекомендовал. Так. Куда еще как не на продажу Рубльтон? Да. Куда еще как не на продажу. Но в ближайшее время, как я уже и сказал, может быть укрепление к 70. А я не исключаю варианта развала Евросоюза. Многие страны недовольны сейчас, в том числе и поддержкой во время кризиса здравоохранения со стороны ЕС. Ну, текущая ситуация такая, что в Евросоюзе очень много денег. Эти деньги сконцентрированы в некоторых основных странах. Я делал анализ, ну команды делали по уровню долга основных стратегических компаний Германии. А это в частности те же производители автомобилей. У них закредитованность идет на уровне 70, 80, 95 даже процентов у мерседесов. Поэтому очень высокий кредит. А что самое главное, эти три компании занимают 30% ВВП страны. Что согласитесь, очень даже круто, очень даже много. И учитывая, что они настолько закредитованы, их по-любому будут каким-то образом спасать. Но экономика от рынка автомобилей уже расти не будет. Это уже не то столетие, когда автомобили действительно имели бурный рост. Сейчас переходим вообще на другие технологии. Даже тот же Илон Маск как раз, когда было собрание акционеров, при выходе отчетов заявил о том, что они запускают не просто... Они вообще, как бы, главная задача, это не просто строить автомобили. Главная задача их, то, что каждый желающий сможет торговать даже электроэнергией, подключив себе их технологии. И они делают свою уроду как биржу электроэнергии. Вот. Так. Так, я в иену залез, ожидаю дальнейшего снижения. 106,60, лучше 106,45. Ну, падение вроде мы... Что мы там смотрели? Мы ее купили, просто цену не помню. А, ну вот, движение пошло. Сейчас дальше дайте себе больше вверх, чем вниз. Так, какую сделку, какую дату вы закрыли? А все сделки, которые я позакрывал, они были на экране, поэтому промотайте назад, там посмотрите. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Так, вы всегда на демо торгуете. Я уже про это говорил не один раз, про то, что я управляю несколькими покличными фондами, являюсь сертифицированным управляющим активом. Показывать сделки свои на реальном счете я не могу по определенным юридическим причинам. Это раз. Второй момент. Все свои сделки я комментирую в прямом эфире. Поэтому, если вы такой умный, пожалуйста, повторите то самое, что я сделал я на протяжении уже 14 недель, комментируя каждую сделку, отрывая ее в прямом эфире, можете это делать на демо-счету. Если вы хотя бы часть этого повторите, ну, вы молодец. Но, честно говоря, я в этом вообще сомневаюсь. Ну, это, конечно же, не без таких людей мир. Так, собственно, на сегодня у меня все. На этой прекрасной ноте будем с вами завершать. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Можете задавать вообще любые вопросы, которые касаются рынка, не только рынка валют, но и, в принципе, любых рынков акций, облигаций, недвижимости, рид-фондов, валют, криптовалют. Потому что с этим всем мы работаем, этим всем мы, собственно, в это все мы инвестируем. Поэтому есть много и аналитических данных, и, в принципе, знаний по поводу того, куда с чего ждать в ближайшее время. Поэтому вопросы задавайте. Буду рад на них ответить. Тем более, вот в конце будем с вами такую рубрику внедрять ответы на вопросы, чтобы больше было здорового общения, а не просто я общался с 100-долларовой копюрой и камерой. Вот. Поэтому всего вам самого лучшего. С вами был Михаил Ильич. Увидимся с вами ровно через неделю на этом канале.